Вот нирвана, как представляется обычно, нирвана, это такое удовольствие. А знаете в чём дело? Почему, например, дети любят сладкое? Почему взрослые люди любят сладкое? Ну, говорят, сладким заедаем стресс. Ну, правильно, правильно. Потому что у ребёнок только родится, сразу сталкивается с неизвестностью, не так, как там у мамы. А потом, когда мама его покачивает, находит ритм соответствующий, и он опять успокаивается. Ну, таким образом есть какие-то связи. Я хочу, чтобы у вас, друзья мои, пазлы все сошлись. В разных областях жизни происходит это. Например, говорят, кнот и пряник. Или, например, говорят, страх и снять страх. Или говорят стресс, как снизить стресс. Или говорят эндорфины. А вот смотрите, нирвана. Это же состояние эндорфинное. Это когда голова свободная, пустая, нет страха. И там нету зависимости. Это такая вот нирвана, да, нирвана. Ну, а теперь посмотрите, Будда говорил, рождение – страдание, жизнь – страдание, смерть – страдание. И нашёл нирвану. И создал методику. Ну, это методика. И нирваны ещё до Будды были. Ну, так история происходит постоянно. Всё время открывают одно и то же, создают новые слова. Потому что каждый век нуждается в своих словах. У него метод был медитации. А у нас метод – ключ. Ключ для чего ключ? Чтобы человек мог найти самые простые для себя индивидуальные действия, которые, как мама качает ребёнка, снимает напряжение, тоже. Потому что человек всё время сталкивается с неопределённостью, а в повторяемых движениях полная определённость. И там включается эндорфин, там появляется нирвана. Ну, ладно, я вам потом расскажу, почему мозг так устроен, что человек всё время тянется к удовольствию. И почему все методы мира основаны на этом, особенно сектанские. Помните? Харе Кришна, Кришна Харе, Харе Кришна Рама Рам. А там же с чего начинается тот, который создал всех, кто это направление. У него в книге написано. Резервуар удовольствия. Ну-ну, потом я вам всё объясню.